здравствуйте дорогие любители вязания сегодня я хочу показать вам как вяжется вот такой замечательный узор на основе полупатентной резинки эти узоры сейчас очень популярные очень много приходит к нам вопросов присылают схемы в группы девочки спрашивают как связать тот или иной узор с полупатентной резинкой или с патентной резинкой но вот здесь у меня полупатентная резинка вот так выглядит узор на изнанке тоже очень достойно я не буду останавливаться на схеме вы сейчас схема будет перед вами вы сейчас это все будете видеть у себя на экране я хочу сказать что здесь у меня связано полтора рапорта и вот этот узор из резинки вот такой интересный он на фоне вот такой ажурной сетки вот здесь половина сеточки связаны с этой стороны и если вязать вот я связала один рапорт и еще половинку следующего рапорта и если вязать несколько рапортов то вот узор из резинки будет на вот такой ажурной сетки очень красиво я думаю что вам понравится такой узор давайте я покажу как его вязать раппорт узора составляет 28 петель набираем на спицы 30 петель 28 петли раппорта и 2 кромочные первая кромочная у нас снимается не провязывая последняя кромочная провязывается изнаночной смотрим на схему первые два ряда не входят раппорт узора они установочные ряды служат для перехода к узору вяжем первый установочный ряд сразу после кромочной провязываем 4 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 1 изнаночная дальше 2 лицевые 3 изнаночные 4 лицевые в конце ряда 1 изнаночная мы провязали первый установочный ряд во втором установочном ряду петли вяжутся по рисунку на схеме у меня показаны петли так как они лежат выглядят на лицевой стороне эта схема удобно для вязания по кругу просто нужно вязать все ряды по схеме читая их справа налево но мы вяжем поворотными рядами поэтому в изнаночных рядах мы будем вязать петли наоборот если у нас на схеме показана изнаночная петля то мы будем вязать ее лицевой ну а сейчас вам на схему даже смотреть не обязательно просто мы вяжем все петли по рисунку так как они перед нами лежат лицевые петли мы вяжем лицевыми изнаночные мы вяжем изнаночными провязали два установочных ряда и сейчас мы будем уже начинать вязать узор первый лицевой ряд узора сразу после кромочной делаем накид провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево снова делаем накид и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево дальше 3 изнаночных теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо мне неудобно их подхватывать вот так петельки чтобы вправо привязать не нужных развернуть те кто вяжет классическим способом разворачивать не надо 2 вместе лицевой с наклоном вправо 1 изнаночная дальше смотрим на схему этот значок обозначает петля лицевая петля в прокол на ряд ниже я буду говорить просто петля в прокол когда будет этот значок лицевая петля в прокол на ряд ниже это значит мы вводим спицу в петлю на ряд ниже вот сюда и провязываем лицевую петлю все лицевая петля в прокол на ряд ниже или полу патентная петля дальше будет изнаночная петля и снова петля в прокол затем накид 1 изнаночная накид и повторяем зеркальном отображении петля в прокол изнаночная петля петля в прокол изнаночная петля 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону и 3 изнаночных 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо снова делаем накид конце ряда изнаночная петля во втором изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку и накиды в этом ряду мы вяжем изнаночными я буду видео пропускать изнаночные ряды буду пояснения давать насчет накидов потому что они не в каждом изнаночном ряду вяжется изнаночными вот здесь пока изнаночными 3 лицевой ряд 1 лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону снова накид 2 вместе лицевой с наклоном влево вот у меня лицевая петля лежит удобно а изнаночная неудобно мне нужно вот ее вот так бы развернуть но я вот сразу это разворачиваю ее не снимая первые петли со спицы вот так ввожу правую спицу в лицевую петлю на на левой спице и сразу за ней разворачиваю изнаночную петлю 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону дальше будет изнаночная петля 2 вместе лицевой с наклоном с наклоном вправо 1 изнаночная петля в прокол на ряд ниже 1 изнаночная петля и петля в прокол дальше накид 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая накид петля в прокол изнаночная петля снова лицевая петля в прокол на ряд ниже изнаночная петля 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 1 лицевая и 1 изнаночная вот такой у нас третий лицевой ряд 4 изнаночный ряд смотрим на схему вот накиды в серых кружочках мы провязываем в четвертом изнаночном ряду лицевыми петлями остальные накиды мы провязываем изнаночными то есть в четвертом изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку только накиды серых кружок серым цветом которые обозначены мы вяжем лицевыми вот он этот накид лицевая петля и еще раз накид мы провязываем лицевой петлей получается в центре накиды мы вяжем лицевыми по краям у нас в ажурном узоре накиды будут вязаться изнаночными вот я с вами сейчас провязала этот ряд следующий ряды они у нас будут через ряд чередоваться через один ряд вы будете уже вязать самостоятельно изнаночные вот у нас будет один изнаночный ряд провязываться петли по рисунку накиды все будут провязываться изнаночными петлями а следующий изнаночный ряд у нас будут петли провязываться по рисунку но только в центре накиды будут провязываться лицевыми смотрите просто внимательно на схему 5 лицевой ряд накид 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз делаем накид теперь нам нужно 3 петли провязать вместе лицевой с наклоном в правую сторону вот у меня изнаночная петля лежит удобно для этого а вот лицевые петли неудобно я вот все три петельки разворачиваю так как мне удобно провязать и провязываю 3 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки дальше у нас будет изнаночная петля петля лицевая в прокол на ряд ниже снова изнаночная и снова петля в прокол дальше делаем накид провязываем изнаночную петлю лицевая петля в прокол на ряд ниже снова изнаночная лицевая петля в прокол на ряд ниже еще раз изнаночная петля затем делаем накид и снова петля в прокол изнаночная петля в прокол изнаночная теперь 3 петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном в левую сторону мне опять нужно вот развернуть и провязать 3 вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки дальше будет накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо снова накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо еще раз делаем накид в конце ряда изнаночная петля в шестом изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку все накиды здесь провязываются изнаночными 7 лицевой ряд 1 лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 3 вместе лицевой с наклоном вправо разворачиваем петли и 3 вместе лицевой дальше будет изнаночная петля петля в прокол изнаночная петля в прокол накид лицевая петля изнаночная петля в прокол изнаночная петля в прокол изнаночная петля в прокол 0 1 3 вместе лицевой с наклоном в левую сторону дальше накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая и изнаночная петля восьмом изнаночном ряду мы провязываем петли по рисунку только обратите внимание на схему где у нас накиды провязываются лицевыми петлями по краям в ажурном узоре мы накиды вяжем изнаночными петлями а вот уже где пакетная резинка накиды мы вяжем лицевыми вот у нас лицевой накид 9 лицевой ряд накид 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 3 вместе лицевой с наклоном вправо изнаночная петля в прокол изнаночная петля в прокол накид дальше 1 изнаночная петля в прокол один раз изнаночная петля в прокол второй раз изнаночная петля в прокол 3 раз изнаночная петля в прокол четвертый раз и 1 изнаночная петля дальше накид петля в прокол изнаночная петля в прокол изнаночная 3 вместе лицевой с наклоном в левую сторону далее накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо снова делаем накид в конце ряда изнаночная петля в десятом изнаночном ряду все петли вяжем по рисунку все накиды здесь вяжем изнаночными петлями 11 лицевой ряд 1 лицевая накид 3 вместе лицевой с наклоном вправо изнаночная петля в прокол на ряд ниже изнаночная петля в прокол дальше делаем накид лицевая петля изнаночная петля в прокол повторяем так еще три раза изнаночная петля в прокол второй раз изнаночная петля в прокол третий раз изнаночная петля в прокол четвертый раз и еще раз провязываем одну изнаночную дальше у нас быть лицевая петля накид и повторяем еще раз петля в прокол изнаночная петля петля в прокол изнаночная затем три вместе лицевой с наклоном в левую сторону делаем накид лицевая и изнаночная петля 12 изнаночный ряд смотрим здесь у нас тоже накиды есть накиды которые мы провязываем лицевыми петлями мы провязываем в начале и в конце узора петли вяжем по рисунку но в начале и в конце узора у нас накиды вяжутся изнаночными а вот накиды среди патентной резинки мы вяжем лицевыми 13 лицевой ряд сразу после кромочной делаем накид 3 вместе лицевой с наклоном вправо дальше 1 изнаночная петля лицевая петля в прокол изнаночная петля в прокол делаем накид и повторяем шесть раз изнаночная петля в прокол один раз второй раз третий раз четвертый пятый шестой раз 6 раз повторили вяжем одну изнаночную еще делаем накид и два раза петля в прокол изнаночная петля в изнаночная далее 3 вместе лицевой с наклоном в левую сторону делаем накид 1 изнаночная в четырнадцатом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку все накиды вяжем изнаночными петлями 15 лицевой ряд сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 1 изнаночная лицевая петля в прокол на ряд ниже 1 изнаночная лицевая петля в прокол на ряд ниже дальше накид 1 лицевая и повторяем 6 раз изнаночная петля в прокол один раз изнаночная петля в прокол второй раз третий раз четвертый пятый шестой еще раз провязываем одну изнаночную и вяжем лицевая накид лицевая петля в прокол на ряд ниже изнаночная лицевая петля в прокол изнаночная далее будет 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону и 1 изнаночная в конце ряда в шестнадцатом изнаночном ряду мы провязываем все петли по рисунку только обращаем внимание на накиды которые мы будем провязывать лицевыми или можно еще сказать вот посмотрите на схему у нас вяжется резинка один на один одна изнаночная 1 лицевая все петли все все петли так чередуются можно просто вязать 1 изнаночная 1 лицевая мы провязали с вами один раппорт ширину 1 раппорт высоту посмотрите посмотрите какая получается красота согласитесь что узор не сложный очень красивый узор очень мне нравится и я буду очень рада если он понравится и вам ставьте лайки если вам понравился узор если вам понравился мастер-класс пишите комментарии подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете все ссылки вы найдете под этим роликом я желаю всем удачи и ровных легких петелек пока пока